Добрый вечер, вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в итоговом в текущем году заседании Совета при полпреде президента России в СКФО, которое прошло в режиме ВКС. Как отметил полпред Юрий Чайко, несмотря на непростую ситуацию в мире, за последние годы все субъекты округа показали хорошие результаты в рамках реализации нацпроектов. В текущем году в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству реконструкции и капремонту 214 объектов. Введено в эксплуатацию 350 тысяч квадратных метров жилья. Это исторический рекорд. В 18 школах появились центры образования «Точка роста». Строятся 4 объекта образования и 1 лицей-интернат. Ведется строительство и ремонтируется 23 медучреждения. По программе «Земский доктор. Трудоустроено 20 человек» нацпроект «Культура» инициировал возведение и ремонт 8 объектов. Также проведено переоснащение в Центральной районной библиотеке Усджигутинского района. Завершилось благоустройство 10 общественных и 56 дворовых территорий. В республике идет ремонт, реконструкция и возведение 9 спортивных объектов. Рашид Имрезов отметил, что работа в данном направлении будет продолжена. Заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыктов в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию посетил строящуюся модульную блочную котельную контейнерного типа в поселке Правокубанский. Сводом данного объекта жители населенного пункта будут обеспечены бесперебойной горячей водой. Сейчас работы находятся на стадии завершения. Подробнее расскажет Альхан Лепшоков. Появление новой котельной позволит жителям поселка Правокубанский получать горячую воду в дома в круглосуточном режиме. В настоящее время ею можно воспользоваться только в отопительный период. Здесь уже почти все готово для запуска в эксплуатацию. Заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыктов вместе с председателем и членами правительства Карачаева-Черкесии осмотрели состояние готовности объекта. Было отмечено, что работа новой котельной позволит сократить нормы расхода энергоресурсов на выработку тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, это его подразделение. В рамках программы ФНБ мы сейчас будем обновлять. Здесь, в рамках этой программы, мы поднимаем обновление самой котельной, вот средства вот этой модульной, мы еще теплотрассы меняем, которая обеспечит уже и калорийность по теплу, и качество подачи его. По словам строителей, работа модульно-блочной котельной рассчитана на 25 лет, и в течение этого времени она будет экономить 70% газа. Осталось теперь провести энергию и подвести газ, которыми сейчас занимаются строители. Эта котельная, она 13,5 мегаватт, рассчитана на весь поселок. Сейчас мы находимся на этапе завершения. Все главное оборудование смонтировано, установлено полностью, уже в рабочем состоянии. Осталось нам завершить электрику и подвести газовое оборудование. Также у нас установлены теплоотменники пластинчатые. В старых котельных установлены трубчатые теплоотменники. Теплоотдача у этих теплоотменников выше на 50%, и теплоотдача больше. Совершенно новая модульно-блочная котельная будет введена в эксплуатацию уже в конце этого года. Алихан Лепчоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. После Владимир Надыкта осмотрел работы по реконструкции стадиона «Солук» в Карачаевске. Совсем немного осталось до ввода объекта в эксплуатацию, уже полностью благоустроена территория. Установлены оборудование и беговые дорожки. Новый стадион станет местом притяжения для занятия спортом и активного досуга населения. Также заместитель полномочного представителя президента ВСКФО посетил и совсем недавно открывшийся объект – парк культуры отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске. На его территории уже проводятся различные мероприятия. Владимир Надыкта дал положительную оценку преобразованиям и открытию новых объектов. В ходе своей рабочей поездки заместитель полпреда президента России Владимир Надыкта посетил вторую тибердинскую среднюю общеобразовательную школу имени Магомеда Халилова. Здесь был проведен капитальный ремонт, полностью обновлен фасад здания и проведены ремонтные работы внутри. Альхан Лепшоков продолжит тему. Данное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию в 1974 году. Долгое время вторая средняя школа тиберды имени Магомеда Халилова нуждалась в капитальном ремонте. А теперь она преобразилась до неузнаваемости. Заместитель полпреда президента России ВСКФО Владимир Надыкта осмотрел помещение школы после ремонтных работ и дал высокую оценку. Здесь функционируют два класса точки роста, где школьники могут учиться вышивать и даже управлять квадрокоптером. Бывают больше квадрокоптеров, которые используются для доставки грузов, допустим, для создания 3D-моделей местности, зданий и так далее. Ну и в наше время, к сожалению, ведение боевых действий с помощью квадрокоптеров у нас ведутся. Вот сейчас занимаемся основами филотирования. В школе полностью поменяли систему отопления, провели монтаж системы электроснабжения. Кабинеты совершенно преобразились. Директор Тибердинской второй средней школы имени Магомеда Халилова Амина Семенова отметила, что теперь и детям, и преподавателям стало здесь находиться уютно и комфортно. Во время ремонта родители и дети, и мы говорили свои пожелания подрядчикам. Они их исполнили в полной мере. Все, что нам хотелось бы видеть в новой школе, все это есть. В школе появилось новое пространство – Центр детских инициатив. Центр детских инициатив помогает детям раскрыть все свои возможности и таланты. Вот на базе этого центра они занимаются во внеурочное время. После капитального ремонта для нас созданы все необходимые условия, чтобы мы могли обучать наших детей, отмечают педагоги. Сейчас, когда мы зашли в нашу школу, конечно, мы приходили, смотрели все время. Мы очень обрадовались. У нас очень тепло, очень светло, очень уютно. У нас новое оборудование полностью. У нас и после капитального ремонта и столы, и стулья, и шкафы. И у нас новые ноутбуки, у нас принтеры новые, интерактивные доски, маркерные доски. В общем, нам очень нравится. Мне, я, например, очень довольна ремонтом этой школы. Открытие второй среднеобщеобразовательной школы имени Магомета Халилова после капитального ремонта состоится до конца 2023 года. Алихан Ипшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Теберда. В поселке Домбай полным ходом идет строительство нового дома культуры. Ход работ на строящемся объекте осмотрели в рамках рабочей поездки заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыкта и председатель правительства Карачаева в Черкесии Мурат Аргунов. Было отмечено, что в текущем году немного изменили и доработали проект, чтобы объект функционировал не только как стандартный ДК, но и стал местом для проведения культурного досуга туристов и гостей республики. Театральное зрелищное учреждение общей площадью 2466 квадратных метров будет вмещать до 500 человек. Строительство объекта стартовало в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура». Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. О ходе визита Владимира Надыкта в Карачаево-Черкесию мы расскажем после прогноза погоды. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами осадки в виде дождя и мокрого снега, туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-5, днем до плюс 8, ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии ночью и утром мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до минус 2, днем до плюс 5, ночью и утром на дорогах гололедица. Совместитель полномочного представителя президента ВСКФО Владимир Надыкта посетил начальное и среднеобщеобразовательное учреждения в Адыгехабльском и Ногайском районах. Подробности у Мурата Джанкезова. В начальной школе Адыгехабля обучаются 315 малышей первых-четвёртых классов. Ранее здание пребывало в печальном состоянии. Теперь же всё изменилось до неузнаваемости, рассказывает не скрывая радости директор школы Лилия Выкова. Капитальному ремонту подверглись все инженерные коммуникации. Установлено новое кровельное покрытие, отремонтированы стены, потолок, полы и всё остальное. Оснащение очень хорошее. Вся мебель пришла в негодность у нас и теперь она заменена. Кроме того, произведены работы по благоустройству. Теперь у нас имеется более благоустроенный дворик свой, где, возможно, в последующее время будет детская площадка. Имеется всё необходимое для образовательного процесса. У нас никогда не было учительской. И вот теперь есть возможность у нас здесь работать. Вот здесь будут у нас компьютеры стоять. Вот здесь будут учителя проверять тетради. Вот стенды мы готовим. Все удобства для учителей здесь созданы. Заместитель полпреда Владимир Надыктов в сопровождении председателя правительства Мурата Аргунова начали осмотр здания с информацией о том, на какой стадии находится капитальный ремонт школы и какие выполнены строительные работы. Они осмотрели учебные кабинеты, подробно интересуясь тем, как проходит учебный процесс, какие есть недочеты и так далее. Затем осмотрели столовую, где установлено новое оборудование. В целом здание Дагихабльской начальной школы практически готово. Остались небольшие недочеты, которые будут в скором времени устранены. Затем делегация посетила школу в Эркен-Шахаре. В этом учреждении капитальный ремонт также на завершающей стадии. Строительные работы ведутся быстрыми темпами. Не везде еще установлено освещение, но это не помешало осмотреть здание. Школа большая, ремонтные работы начались в марте этого года и уже до конца года ее планируют сдать в эксплуатацию. Мурат Жанкиозов, Вести, Карачаево, Черкесия. Визит рабочей группы во главе с заместителем полпреда президента России ВСКФО завершился в Черкесске. Делегация посетила среднюю школу номер 6, где оценила ход и качество проведенных ремонтных работ. Подведя итоги рабочей поездки, премьер-министр Карачаева Черкесии Мурат Аргунов отметил, что благодаря принятой главой Карачаева Черкесии решением в регионе в 2023 году реализуется 159 объектов строительства и капитального ремонта. Таких объемов он никогда не было. Он выразил уверенность, что благодаря слаженной работе правительства и подрядчиков работа на этих объектах будут завершены своевременно и качественно. Свою оценку дал и заместитель полпреда президента ВСКФО Владимир Надыкта. Результатами довольны. Видим, что остались только финальные аккорды. Хотелось бы, чтобы строители, которые проводят эти работы, максимально высокими темпами завершили. Мы определились с датами, когда будут объекты передаваться уже в муниципалитет и последующим коллективам педагогическим, для того, чтобы наши ребята, девчата уже в этом году могли провести первые занятия на новых или обновленных объектах. Также посмотрели объекты, которые будут завершаться в следующем году. Мы тоже видим хорошую динамику. Есть отдельные вопросы, которые требуют корректировки, но абсолютно уверены, что правительство республики с этими вопросами справится. И мы в 2024 году также без срывов и без глобальных переносов все эти объекты ведем. На целых три дня наша республика стала столицей российского карате. Во дворце спорта юбилейный города Черкеска несколько сотен сильнейших спортсменов из более чем двух десятков регионов страны оспаривали звание лучшего в своих возрастных и весовых категориях. Состязания были посвящены памяти нашего земляка, мастера спорта России, международного класса, многократного чемпиона и призера чемпионатов и первенств России, чемпиона мира 1999 года среди молодежи, судьи всероссийской категории и тренера Аслана Кукаева. Ахмат Халкевичев продолжит тему. География соревнований весьма широкая. Оспаривать звание лучшего в своей весовой категории приехали около 600 спортсменов как из соседних регионов Северокавказского федерального округа, так и из самых отдаленных, как Тюменская область и Хантумансийский автономный округ. Соревнования такого уровня и масштаба за всю историю развития карате в Карачаево-Черкесии в нашем регионе организовывают всего лишь во второй раз. Соревнования такого уровня, они дают очень большой опыт. В первую очередь нашим спортсменам, что нам очень важно. Ну и во вторую очередь всем тем, которые сюда приехали. Мы планируем делать определенные шаги, скажем, к первенству России. Мы планируем, чтобы наши ребята были как минимум в тройке, а так мы планируем уже победить первенство России. Дай Бог. Нашу республику тоже представляют спортсмены, которые неоднократно поднимали флаг Карачаево-Черкесии на соревнованиях всероссийского уровня. Сами состязания проходят в двух дисциплинах карате, кате и кумите. В ката спортсмены демонстрируют свою технику в имитации боя с тенью. Ну а в кумите в конкурентный бой вступают соперники с одинаковым уровнем подготовки. Мы принимаем эти соревнования. Готовит и суповарку. Нужно выступить достойно. Василий Карпов из Кантин-Мансийского автономного округа участвовал и в первом турнире в памяти нашего легендарного земляка. Юный спортсмен отмечает сильный рост состязаний как в организации, так и в конкуренции. В прошлом году участвовал за первое место. Все понравилось, приехал еще раз. В этом году провел два боя. Чуть не получилось из-за травмы, занял третью мастер. В этом году чуть посильнее участники, но соревнования держат планку и конкуренция хорошая. По итогам трехдневных соревнований лидером в общекомандном зачете стала сборная Ставропольского края. Серебро у спортсменов из Ростовской области, а замкает тройку команда Крачаева-Черкесии. Победителям турнира в категории от 18 лет, помимо признания и наград, присваивали звание мастера спорта России. Ахмат Калкевичев, Ренат Муков, Вести Крачаева-Черкесия. Это все весело сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайна следствия-22». Сезон охоты. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин